Воднее юридическим языком, я могу объяснить следующую ситуацию. В 2014 году все люди были уволены 4 февраля. У них практически у всех сделано в Афе, что они уволены 4 февраля. Это какое количество? Это тысяча человек? Да. По закону первая ликвидация. Ликвидация это ничего страшного. Это собираются все требования предприятия. Создается реестр требований. Кому это предприятие должно в банкротстве. То есть должно людям. Это первая очередь. Фонды, пенсионные это вторая, третья. Четвертая это юридические лица. Пятая, шестая это уже свои нюансы. Проценты и тому подобное. После этого предприятие делается инвентаризация. Предприятие выставляется на открытый аукцион на торги. И на торгах продается. У предприятия получается, что никто не убивает предприятия. У предприятия получается, что есть новый собственник, который покупает предприятие. Он может назвать. Это получается, что предприятие покупается и получается новое юридическое лицо. То, что те деньги, которые приходят от покупки этого предприятия, делятся между теми людьми, которые утверждены реестром требований. То есть, в первую очередь, повышается задолженность в работе людям. Потом пенсионные фонды, фонды, вот эти вот непроцессдатности. Третье это налоговое. И четвертое это уже остальные кредиторы. То есть, ничего страшного. Человек, который приходит в банкротстве предприятия, в ликвидации и покупает предприятие, наверное, человек, купивший его за 600, за 600, за миллиард гривен, наверное, человек, который купит это предприятие за деньги, вряд ли будет его резать. Согласны? И это человек, который покупает предприятие, наверное, он его бы купил с какой-то целью. Для того, чтобы что-то делать, а не резать, не добить, не еще что-то. То есть, такая же процедура началась с 25-го, 11-го, 2015-го года. То есть, началась ликвидация. Люди были практически все уволены. На этом предприятии было три человека. Бухгалтер, который с 2014-го года, юрист и директор, и президент предприятия, которые были уволены ликвидатором мной, после того, как мы провели инвентаризацию предприятия. То есть, мы провели инвентаризацию, просчитали каждому человеку. В 2014-м году они были уволены. Ни один из них не получил задолженность по заработной плате. Ни один. То есть, мы просчитали каждому человеку из тысячи, там, 1081, если быть точным, просчитали средний заработок до дня, вот этого, до 24-го, 11-го, 2015-го года. То есть, если там было 5 тысяч, то где-то приблизительно человека в реестре уже там 70 тысяч. Ну, где-то так. То есть, за все это время, потому что практически два года они не платили, не выплатила статьей задолженности, поэтому за каждый день не выплатят, и надо просчитать средний. Каждому человеку это просчитали. То есть, вы представляете уровень работы той, которая была, и этих судов, которые были. Судья это все утвердила. То есть, общая сумма задолженности перед людьми – это порядка 90 миллионов. Вот этих 1081 человек – это 90 миллионов. Кроме того, и тут, короче, процедура начинается у нас в листопаде, это в ноябрь 2015-го, а в апреле месяце, в конце апреля, 26 апреля, у нас появляются заявления от 7 человек, подписанные Морозовым, которые якобы, каждый из которых по 800 тысяч приблизительно, практически по миллиону у них задолженность. И якобы они не уволены с предприятия. А получилось это как? В 2014 году был корпоративный конфликт. И вот этот Морозов, который подписывали им документы, он был там назначен на какое-то очень маленькое время, типа президентом. Потом хозяйственные суды Одесской области, вызнав этот протокол недействительным, его нелегитимным, он ни разу в своей жизни не был на предприятии. Девочки, иди ты. Ни разу в своей жизни. Он даже не успел зайти на предприятие. То есть, они не были на предприятии. Он взял 7 человек. Это главный инженер. Ну, я сейчас все это расскажу. То есть, каждому по миллиону. И появились они в конце. То есть, вы понимаете, уровень зашкаливающего. Продолжение следует... Продолжение следует...